Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выступая перед Сенатом, командующий ВВС США признал, что по своим летным характеристикам современные американские истребители значительно уступают российскому МиГ-29. И никакая электроника не может компенсировать этот недостаток в реальном бою. Российский истребитель летает так, словно над ним не властны законы притяжения. За свою маневренность МиГ-29 на западе получил прозвище «Фалкрум» — «Точка опоры». И сегодня мы впервые расскажем историю о том, как создавался этот уникальный истребитель. Рожденный побеждать 1965 год. Советский Союз сделал очередной шаг в освоении космического пространства. Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. В то же время советская пресса писала о начале американских бомбежек Северного Вьетнама. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин выступил с резким заявлением о готовности Советского Союза оказать Северному Вьетнаму военно-техническую помощь. Уже в апреле 1966 года на вооружение Северо-Вьетнамской армии поступили советские истребители МиГ-21. Главными их противниками были новейшие американские истребители «Фантом-2». Оба самолета отражали концепцию, по которой воздушные схватки представлялись в виде одноразовой ракетной атаки. Маневренный ближний бой был признан пережитком прошлого. С истребителей даже сняли пушки. Какой-то там воздушный бой. Вот увидели на локаторе нам цель, пустили и закончилось. Зачем воздушный бой, когда такая совершенная ракета, когда такое совершенно электронное оборудование. «Фантом» имел более совершенный радиолокатор и ракеты, но МиГ-21 был легче и маневреннее. И неожиданно это оказалось решающим преимуществом. С мая по декабрь 1966 года потери американцев составили 47 сбитых самолетов против 12 вьетнамских. Американцы отреагировали немедленно. 27 ноября 1969 года. Москва к председателю КГБ СССР секретна. Министерство обороны США утвердило тактико-технические требования к новым перспективным истребителям F-15 и F-16. Особое внимание будет обращено на повышение маневренных характеристик. Предполагается, что новые истребители получат абсолютное превосходство над всеми существующими моделями советской авиационной техники. Советский Союз оказался не готов к столь быстрому появлению нового поколения истребителей. Только-только был создан МиГ-23, но его характеристики сильно уступали новым американским самолетам. В подготовке советских летчиков к этому времени практически исчезли понятия пилотаж и ближний маневренный бой. Говорили, слушай, а зачем нужен вообще пилотаж-то? Зачем он? Кому нужен? Кому нужны эти петли? Кому нужны эти перевороты? А уж начальство вообще просто вздыхало от радости. Ой, Господи, наконец-то закончим с этим пилотажем, так и сразу меньше будут, как говорится, нарушений, приключений различных. И самое главное, аварии и катастрофы. Вот, не понимая тем самым, что пилотажная подготовка – это тот самый мощный фундамент, на котором жиждется вообще вся летная подготовка летчиков. МиГ-23 был создан без учета опыта Вьетнамской войны. Поэтому необходима была корректировка концепции истребителей. В 1972 году постановлением правительства СССР конструкторскому бюро имени Микояна было поручено проектирование легкого фронтового истребителя нового поколения. Самолет получил обозначение МиГ-29. К нему военные предъявили жесткое требование – обеспечить высокую скорость, но при этом добиться маневренности спортивного самолета. Ни одна из существовавших аэродинамических схем для решения этой задачи не подходила. На помощь конструкторам пришли ученые из Центрального аэрогидродинамического института. Мы поняли, что есть другой путь. Есть другой путь. И этот путь открыли его совершенно, так сказать, новый, оригинальный. Георгий Бюшгенс, к моменту создания МиГ-29, видный сотрудник ЦАГИ, был уже известным ученым в области динамики полета. Занимаясь исследованием устойчивости и управляемости самолета при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, он обнаружил явления, которые просмотрели американские ученые и конструкторы при создании своих самолетов нового поколения. Если создать острый наплыв, вот здесь, то можно на крыле, вот здесь вот, индуцировать вихрь мощный. А этот вихрь, как вот этот самый торнадо, знаете, в нем огромное разрежение возникает. И это вот разрежение на верхней поверхности крыла, естественно, резко увеличивает подъемную силу. Однако для реализации задач, поставленных военными, этого было недостаточно. Ученые вместе с конструкторами провели тысячи опыта, пробуя различные варианты, и, наконец, нужное решение было найдено. На самолете МиГ-29 нет понятия фюзеляжа, есть понятие корпуса. И в создании подъемной силы принимает участие весь самолет. Аркадию Борисовичу в качестве ведущего инженера довелось участвовать в работе над МиГ-29 буквально с первых дней. Вся его жизнь связана с ОКБ МиГ. Здесь работал его отец. Даже имя Аркадий было связано конструкторским бюро. Первый летчик фирмы МиГ был Аркадий Катов. Это был приятель моего отца. И когда меня записывали, как книги записи, как меня назвать, меня не ввезли Мишкой, а привезли Аркадием. На чем встретил по дороге Аркадий Катов, тот говорит, да что ты, красивый имя, назови в честь меня. Молодой инженер Аркадий Слободской не мог даже представить, что когда-нибудь сам станет главным конструктором МиГ-29. Тогда он был просто влюблен в новый самолет. В 1974 году, когда происходило утверждение эскизного проекта, самолет поразил всех своей гармоничностью и красотой. Хорошо летает только красивый самолет. Это кредо нашей фирмы. В середине 70-х советская промышленность оказалась не готова обеспечить небольшой самолет оборудованием необходимого веса и размера. Три года конструкторам пришлось преодолевать многочисленные проблемы размещения громоздких узлов и агрегатов. Созданием маленького самолета, истребителем маленького размера, значит, пустым весом порядка 11 тонн. И это очень сложная инженерная задача. И такие инженерные задачи маленьких самолетов решают несколько только КБ в мире. В августе 1977 года первый опытный МиГ-29 в обстановке полной секретности перевезли на аэродром летно-испытательного института в городе Жуковске. Новый советский истребитель чрезвычайно интересовал западных военных, ведь именно с ним, возможно, предстояло сразиться в будущем. 20 августа 1977 года. Вашингтон, Министерство обороны США, командующему ВВС, совершенно секретно. Разведывательным спутником обнаружен неопознанный летательный аппарат. Объекту присвоено обозначение РАМ-Л. Несмотря на полученную информацию, внешний вид нового самолета продолжал оставаться для американцев загадкой. Город Жуковский был настолько засекречен, что на американских картах его просто не было. Поэтому и аэродром возле него назывался по ближайшему крупному населенному пункту – Раменское. Отсюда и первые три буквы в названии неизвестного самолета – РАМ. О пролетах американских спутников в Советском Союзе, конечно же, знали и приняли все необходимые меры. На МиГ-29 надевали фальшивый нос и воздухозаборники. В результате советским спецслужбам удалось настолько запутать западную разведку, что когда та получила первые четкие снимки МиГ-29, то приняла его за совершенно новый самолет русских. Утром 10 октября 1977 года на аэродром в Жуковском вывезли самолет необычной формы с бортовым номером 01. В 11 часов шеф-пилот ОКБ МиГ Александр Федотов впервые поднял МиГ-29 в воздух. Первый полет длился около 20 минут, но радости участников этого исторического события не было предела. Вечером на излучине реки Москва-реки, которая примыкает к аэродрому Жуковской, мы устроили так называемый пикник. На пикниках стоял большой-большой многоверный самовар, в котором была налита массажер, так называемая, это помесь спирта с дистиллированной водой. Значит, построили весь экипаж, поблагодарили за работу, колоссальная была работа. Вот, это незабываемая минута. Во время летных испытаний больше всего проблем доставляли двигатели. Их разрабатывали на Ленинградском государственном машиностроительном заводе имени Климова под руководством генерального конструктора Сергея Изотова. Великолепнейшие два двигателя, но у них была тяжелая судьба. Прежде чем они так зарекомендовали себя, как один из самых надежнейших двигателей в мире. 15 июня 1978 года, во время испытательного полета МиГ-29, на одном из двигателей неожиданно упало давление масла. Через несколько секунд сработала сигнализация, сообщая о пожаре в двигателе. А затем в одном из важнейших узлов – коробке самолетных агрегатов. В этот момент, так, я чувствую, у меня самолет пошел вот так вот на кабрирование. Я ручку отдал от себя, но вот он не слушается, явно потерял управление. Я понял, что надо, как говорится, выходить из кабинета. На экране локатора ты видишь точку самолета, и вдруг у тебя пропадает связь с летчиком, пропадает точка на экране. Вы представляете состояние? Сильным ветром летчика понесло прямо на высоковольтную линию. Только каким-то чудом ему удалось приземлиться буквально в двух метрах от нее. Проблемы с двигателями и задержки с созданием бортового оборудования отодвинули сроки приемки самолета на вооружение. Впервые за всю историю Холодной войны Советский Союз отстал в создании современных истребителей. 6 января 1979 года. Москва, Совет Министров СССР, председателю комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР. Секретно. На вооружение стран НАТО начали поступать новые истребители F-16. К концу года их численность вместе с самолетами ВВС США, дислоцированными в Европе, превысит тысячу машин. В 1983 год. Президент Рональд Рейган, сторонник жесткой политики по отношению к Советскому Союзу, призывает повысить боеготовность вооруженных сил НАТО в Европе. Начались регулярные облеты границ стран Варшавского договора. НАТОвские летчики на F-16 легко уходили от устаревших советских МиГ-21 и МиГ-23. В конце того же 83-го года МиГ-29 был принят на вооружение и начал поступать в войска. Новый истребитель поразил военных летчиков мощным комплексом вооружения и потрясающей управляемостью. Ведущему Куршан, я 40-й. Мы берем на себя этот гололоков до конца. К 45-му. Мы обнаружили цели. Двигаемся к ним по управлению с севера. Цель выбрана. Продолжай работу. Кедр к 40-му. Улт-звездбир. Я летал всего на трех типах, но по сравнению с этими тремя типами, тут даже нет слов, это просто БМВ. В первую очередь МиГ-29 поступил в подразделения ВВС и ПВО, находившиеся в непосредственной близости от стран НАТО. Одновременно с советскими войсками самолет был принят на вооружение всеми странами Варшавского договора. Основной задачей нового истребителя являлось завоевание господства в воздухе непосредственно над линией боевого соприкосновения. Предполагалось, что наземные радиолокационные станции будут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 250 километров. В течение восьми минут с аэродромов, расположенных в 100-километровой зоне, должны были взлетать МиГ-29. Их наведение на цель производилось из командного пункта. МиГ-29, если так образно говорить, это лишь наконечник копья, который может нанести удар. А древко — это система управления, система связи, система оповещения, система обнаружения. МиГ-29 мог решать задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе тактическим ядерным оружием. Однако эти функции рассматривались лишь как вспомогательные. Весь основной комплекс вооружения был направлен на ведение эффективного воздушного боя. МиГ-29 мог нести две ракеты средней дальности, но его стихией был ближний бой. Равному самолёту МиГ-29 ближнего маневрного боя нет. Если ты попал в такое положение отношения к самолёту МиГ-29, что это уже ближний маневрный воздушный бой, считай, что ты погиб. Главным оружием МиГ-29 на коротких дистанциях стала ракета Р-73. Созданная в начале 80-х, она до сих пор считается лучшей в мире. Кроме того, в левом наплыве крыла располагалась мощная 30-миллиметровая пушка. Всего за 6 секунд она могла выстрелить все свои 150 снарядов. Применение современного прицельного комплекса позволяло добиться высокой точности наведения пушечного вооружения. Размещение на самолёте столь мощного вооружения не ухудшило его лётные качества. Вы можете пустить любую ракету, стрелять из пушки, но в любом режиме работы двигателя нет ограничений. Система управления вооружением МиГ-29 представляла собой принципиально новое поколение высокоинтеллектуальной электроники. Радиолокационный прицельный комплекс позволял сопровождать несколько целей и автоматически выбирать наиболее опасного. На МиГ-29 установили оптико-квантовую локационную станцию, которая с помощью теплопеленгатора и лазерного длинномера способна обнаруживать цели и наводить ракеты в зоне видимости. В отличие от радиолокатора, она не давала облучения, что сделало возможным скрытное сопровождение цели. Ничего подобного на американских самолётах не было. Прицельный комплекс ближнего боя был впервые в мире дополнен нашлемной системой целеуказания, которая позволяла наводить ракеты поворотом головы лётчика. И дальше мне только лишь нажать боевую кнопку, так и, как говорится, привет, ракета пошла. А ракета, надо сказать, ближнего боя, так, у нас, я думаю, что значительно лучше, так, чем у наших западных оппонентов. Конструкторы уделили много внимания созданию кабины и приборного оборудования. Основная прицельно-навигационная информация проецировалась на лобовое стекло. До мелочей было продумано расположение основных органов управления и переключателей систем самолётов. Впервые на советских самолётах появился телевизионный дисплей. Хотя органов управления вооружением достаточно много, но при выполнении определённой боевой задачи они устанавливаются один раз практически на земле в нужное положение. И в полёте все необходимые органы располагаются под рукой. Количество информации, которое обрушивал на лётчика новый истребитель, было огромным. Поэтому большую часть задач по контролю за состоянием самолётных систем было передано электронной вычислительной машине. Чтобы лётчик ещё меньше отвлекался от пилотирования, ЭВМ снабдили блоком речевой информации. Над тем, каким должен быть голос, выдающий лётчику советы и предупреждения, специалисты долго ломали голову. Сначала его хотели сделать мужским, с командирскими нотками. Но оказалось, что он подавляет инициативу. Смысл подсказок заключался в том, чтобы донести до лётчика нужную информацию, при этом не отвлекать его от выполнения боевого задания. В конце концов остановились на женском голосе, со спокойными интонациями. Ведь мужчинам не привыкать слушать женщину в полуха. Заочную собеседницу лётчики тут же окрестили Наташей. Порой между ней и пилотами происходили почти задушевные беседы. Но на первых порах голос компьютера часто запутывал лётчиков. Особенно в тех случаях, когда они действовали нестандартно. Иногда это даже приводило к аварии. Высота опасная. Выпусти шасси. Выпусти шасси. Перегрев правого двигателя. А на ему опять выпусти шасси, выпусти шасси. А он уже задёрганный, я уже сделал это действие. То есть у него в голове отложилось, что он сделал это действие. И в результате бывают случаи, когда садятся с убранными колёсами. Новый советский самолёт поставлялся не только в страны социалистического лагеря. В 1985 году МиГ-29 поступил на вооружение Индии и ряда арабских стран. К концу 80-х годов самолёт поставлялся в более чем 20 стран. В 1988 году, когда отношения Советского Союза и западных стран потеплели, было принято решение показать МиГ-29 на международном авиасалоне в английском городе Фарнбуро. Мы начали уже делать эти вот фигуры, типа колоколы, повороты на горке, так и ещё другие там, кобры там на вираже, вот делать, уже к боевому применению. И я высказал шальную мысль, причём этого мысленного, так сказать, ещё утвердил Валера Уткин, ведущий инженер. Он говорит, тёцка, а может быть мы задвинем эту фигуру, говорит, вот Фарнбуро. Идея показалась опасной. На карту был поставлен не только престиж КБ, но и страны. Ещё никогда боевые советские самолёты не демонстрировались на Западе. Генеральный конструктор Ростислав Беляков решил не рисковать. Однако ставший к тому времени шеф-пилотом КБ Миницкий был убеждён, лётчики способны сделать колокол над Фарнбуро. Я говорю, если уже делать, то сразу начинается нокаут, или хотя бы нокдаун. В конце концов, Дова-Доминицкого, а главные результаты полётов, убедили Ростислава Белякова дать добро. В январе 1988 года советская делегация прибыла в Англию. То, что происходило дальше, на Западе назвали украденной выставкой. Всё внимание прессы и авиационных специалистов было приковано к МиГ-29. За полётами советского МиГа пристально наблюдали западные военные. Помимо лётных свойств, их интересовало бортовое оборудование и вооружение нового самолёта. 18 мая 1989 года на аэродроме Михацхакая в Грузии лётчик Александр Зуев под предлогом рождения сына угостил персонал базы тортом, начинённым снотворным. Когда все заснули, он ранил часового охранявшего стоянку самолётов. Через 15 минут МиГ-29, мечта западных разведок, приземлился в Турции. МиГ-29, который создавали мы всей страной. Вот он взял этот кусочек и отдал его. Тем самым это плата за то, чтобы красиво пожить. Вот и всё. Он сдал. Он сдал часть своей страны. Специалистам из ВВС США так и не удалось осмотреть угнанный МиГ. Турецкое правительство, опасаясь осложнений, уже на следующий день передало самолёт советским представителям. 1989 год. Бонн. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Горбачёв и канцлер ФРГ Коль подписали договор, которым всем европейским государствам предоставлялось право самостоятельно определять политическую систему. Фактически это означало конец существования социалистического лагеря. Спустя несколько недель рухнула Берлинская стена и началось объединение Германии. В 1991 году два МиГа из бывшей БДР были перевезены в США для оценочных испытаний. Одновременно во Франции на полигоне НАТО несколько МиГов прошли испытания на боевое применение. Для западных ВВС стало шоком, что из 50 поединков с МиГ-29, Ф-16 сумел выиграть только в одном. Они себя там зарекомендовали, конечно, наилучшим образом. По совокупным факторам, так это и в результате... Результаты ведения воздушных боёв с самыми современными к тому времени, Ф-15 и Ф-16, всегда складывались в пользу МиГ-29. 20 августа 1992 года. Министерство обороны США. Начальнику штаба ВВС США. МиГ-29 обладает уникальной для боевых самолётов маневренностью системой управления оружием, что даёт явные преимущества перед Ф-15 и Ф-16 в ближнем воздушном бою. Фактически самолёт является представителем нового поколения боевых машин. Репутация МиГ-29 оказалась столь высока, что с мая 1995 года несколько самолётов встали на боевое дежурство в составе сил быстрого реагирования НАТО. МиГ-29 принимал участие в нескольких вооружённых конфликтах и успел показать себя как один из самых лучших самолётов конца 20 века. Так, в первые же дни операции «Союзническая сила» Югославский МиГ-29 при десятикратном превосходстве противника сумели сбить несколько самолётов в поиск НАТО. Я вообще удивлялся, что ещё эти самолёты взлетали и что-то там выполняли. И смогли, значит, сбить несколько там и Ф-16, и Ф-18, там «Миражей» и даже Ф-117. 6 октября 2002 года российская самолётостроительная корпорация «МИГ» торжественно отметила 25-летие первого полёта МиГ-29. В 21 веке он приобрёл новые качества. Сегодня это всепогодный многофункциональный истребитель, способный не только завоёвывать господство в воздухе, но и решать ударно-штурмовые задачи. В нём были воплощены лучшие достижения тогдашней в области аэродинамики, прочности конструкции. И эти достижения или эти идеи за это время не устарели. Они позволяют самолёт очень эффективно эксплуатировать и сейчас. Новые модифицированные МиГ-29 получили возможность дозаправки в воздухе. Серьёзно изменился комплекс бортового оборудования. Создан вариант, оснащённый двигателями с изменяемым вектором тяги. По оценкам западных специалистов, современный МиГ-29 повысил свою боевую эффективность в 3,5 раза. Однажды генерального конструктора ОКБ «МИГ» Ростислава Белякова спросили, что удерживает самолёт в воздухе при выполнении фантастического пилотажа. Он ответил, сотни тысяч рук людей, которые его создавали. МиГ-29 в прямом смысле слова опередил своё время. Он оказался единственным самолётом в своём классе, который практически без изменений перешёл в следующее, пятое поколение истребителей. Советским конструкторам действительно удалось найти надёжную точку опоры, чтобы оказаться на вершине мирового самолётостроения и в 21 веке. Субтитры подогнал «Симон»